Хоккейный клуб «Саров» 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 Акробатикой Тамары Давыдова занимается 12 лет. Впервые в отделение она пришла, когда ей было пять. Маленькая Тома с замиранием сердца следила за грациозными прыжками спортсменов, решив для себя, что обязательно научится также. Сейчас девушка – кандидат в мастера спорта и останавливаться на достигнутом не намерена. Держать себя в форме ей помогают соревнования. Мне нравится участвовать в соревнованиях, потому что это азарт, это возможность показать, что ты умеешь. Ты же приходишь на тренировки каждый день, несколько часов занимаешься, и это хороший шанс показать, чему ты научился и показать себя. Буду исполнять свои связки, которые, в принципе, тренирую уже давно. Это два с половиной тонн два бланша и два с половиной тонн два года назад. Первенство города по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе прошло в минувшие выходные. В юниоре собрались юные акробаты с разным уровнем мастерства – от третьего юношеского разряда до кандидатов в мастера спорта. Несмотря на волнение, каждый старался выступить на максимуме своих возможностей. Цели спортсменов – самые амбициозные. Недавно мы ездили на соревнования по Приложскому федеральному округу, там я занял первое место. Потом мы ездили на областные соревнования, которые проходили в Нижнем Новгороде. Там я занял второе место. Планирую я стать чемпионом мира. Волнение – главный враг гимнасты, считает тренер спортивной школы ИКАР Александр Бакаров. Сильные переживания порой могут перечеркнуть часы упорных тренировок и миллионных оттачиваний сложных элементов. Любые соревнования для ребят – отличная возможность научиться самоконтролю и держать эмоции в узде. Уверенность в себя, это в первую очередь настрой. Они здесь проявляют себя серьезно. Кто более-менее настраивается, тот и побеждает, естественно. Сильнейшие батутисты этих соревнований представят наш город на первенстве области в Нижнем Новгороде 18 декабря. Первый день зимы самые юные лыжники отметили соревнования. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» присоединились к всероссийской акции «Спортивная зима». Первый день зимы в Сарове выдался по-настоящему морозным и сказочным. Этот день самые юные лыжники отметили соревнования. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» присоединились к всероссийской акции «Спортивная зима», посвященной открытию зимнего спортивного сезона 2022-2023 годов. Мне нравятся лыжи, и от лыжек становимся сильнее. Я умею уже кататься на коньком. Мы ездим по большому кругу. Они очень сложные. Хочу научиться быстро ездить на лыжах. Это очень обычный спорт. Я сама захотела на него. Очень мне понравилось. Я решила дальше продолжать. Мы катаемся по восьморочке, по двойке. Иногда, надеюсь, на тройку пустят. Я пришел первый раз на лыжи, и там я мог купаться, там всякое такое. Но со временем все получится всегда у всех. Ребята получили заряд бодрости и позитива. На финише участников массового лыжного забега также ждал маленький сюрприз. Им вручили открытки с автографами олимпийских чемпионов. Зимний сезон на лыжной базе планируют открыть 18 декабря. По праздникам и соревнованиям сезон обещает быть насыщенным. Планов всегда очень много. Сезон, как обычно, насыщенный. Очень большое количество соревнований, спортивных мероприятий. В январе это чемпионаты первенств Нижегородской области по лыжным гонкам. Кроме этого, наши традиционные мероприятия – это день снега. В феврале также и лыжня России, и мемориал Музрукова. И также будем проводить здесь первенство области. Все трассы лыжной базы готовы и ждут горожан, которые любят проводить свой досуг с пользой для здоровья. Здесь есть и оборудованная зона для катания на летянках и сноутюбингах. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Зачастую ватрушки развивают большую скорость и становятся неуправляемыми. При несоблюдении техники безопасности велика вероятность получить различные травмы. Поэтому при катании на ватрушках необходимо придерживаться нескольких правил. Не успели холода прийти в наш регион, как любители зимнего досуга уже вышли на первый тонкий лед водоема, чтобы порыбачить, покататься на коньках и ватрушках. Такую картину зафиксировал нижегородец на видеокамеру. Без рассудства и несоблюдения правил безопасности стоило здоровье еще для двух жителей области, которые катались на ватрушке. 18-летний водитель прицепил тюбинг к автомобилю и таким образом катал двоих молодых людей. Ватрушка врезалась в газовую опору. В результате экстремалы госпитализированы с переломами и другими травмами. Важно помнить, что любимая зимняя забава не так безобидна. Вывихи, переломы, ушибы – вот лишь малая часть травм, которые можно получить при несоблюдении правил безопасности. Там, где все это импровизировано, то есть во дворах или где-то там, допустим, на склонах каких-то случайно приспособленных происходит, там всегда идет повышенный травматизм, то есть игра в лотерею. То есть как бы выжил – хорошо, молодец. Травмы могут быть самые непредсказуемые, как бы, скажем, зависит от скорости, с какой ты не сможешь, с такого склона, и какие препятствия там внизу тебя ждут. Правильно подберите размер ватрушки. Для этого обратитесь к специалисту. Не съезжайте вдвоем, особенно если изделие рассчитано на одного человека. Крайне опасно привязывать тюбинг к бомберу автомобиля, поскольку шанс оказаться под колесами очень велик. Перед тем, как вы собираетесь съезжать с горы, следует убедиться, что на вашем пути нет препятствий. При спуске нельзя тормозить руками, ногами и какими-либо предметами. Специалисты призывают кататься в защитном шлеме. Дети должны обязательно находиться под присмотром взрослых. Основное требование – это чтобы не было катания спиной вперед, чтобы человек не прыгал на горку в тот момент, когда уже только что начал спускаться. То есть должна соблюдаться обязательно очередность. И также нельзя кататься на ватрушках в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения. Тщательно подбирайте место для катания. Единственная оборудованная зона для ледянок и сноутюбингов в Сарове – на лыжной базе. Там специалисты следят за горками в течение сезона, чтобы на поверхности не образовывались комки и ямы. Зоны для катания на лыжной базе готовят с лета. Летом, естественно, идет выкашивание травы, убирается порсель, которая подходит к горке, произрастает. И также укатывается зимой, это ретраком. Обе горки укатываются, чтобы была более ровная поверхность, потому что народу катается очень много, и трасса иногда, скажем так, обледеневает. Лед образуется, поэтому, естественно, ретраком ее разбивают, чтобы не такая сильная была скорость, и в то же время ватрушку не выносила на лыжную трассу. Не катайтесь на ватрушках в оттепель и при небольшом снежном покрове, так как при спуске с горы тюбинг может резко затормозить. А при сильном обледенении горки можно получить различные травмы. Лучше дождитесь устойчивой снежной погоды. На лыжной базе зимний сезон планируют открыть к середине декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова